Приветствую, друзья! Вот главное выспаться, оказывается. Вот я целые сутки не спал, ну, была необходимость там переговоры вести и так далее. И вот какой-то момент до такой степени было какое-то истощение, потому что я не просто не спал, а ещё и напрягался, там объяснялись, там договаривались, там прекрасный такой контент делали. Да, кстати говоря, и насчёт картин говорили, и насчёт кого пригласить к нам в школу, человек будущего, хомофутурус, чтобы дискуссии были интересные. Ну, выявлять там, обсуждать там, что же нужно делать для того, чтобы человек был человеком, и чтобы общение было человеческим, и чтобы на планете восторжествовал всё-таки тренд человеколюбия, чтобы сократить кризисы и войны. Я не устаю это повторять, потому что каждый должен помнить, чем мы занимаемся. Мы занимаемся именно проблемой человечности. Друзья, создаём науку человечности. Ну, вот и вот теперь вот у нас будет сейчас очень необходимый, нужный каждому по вашим же запросам многочисленным у нас будет бесплатный ликбез по отвыканию от вредных зависимостей. Ну, человек всегда от чего-то зависит. Я, например, зависим от желания рисовать. Вы зависимы от чего-то ещё. А кто-то зависит от плохого. Потому что, когда человек зависит от плохого, дальше некуда. Это тупик. И там оказывается, и там оказывается... Лучше всего, гарантированнее всего, работает, когда человек одно вот этой зависимости ударится. Я, например, бросил пить, когда я ударился об это дно. Когда я вдруг обнаружил 7 лет назад, что после нескольких рюмок виски, я вдруг обнаружил, что я лежу и понял, что я упал неожиданно для себя, бесконтрольно. Я понял, что я потерял контроль над собой. Обычно я думал, что я всегда контролирую. А вот тут вдруг я помнился, что такое же может ещё раз случиться, если я выпил. То есть вот этот страх, этот ужас, что такое может быть, что я потеряю контроль. И потом я задумался, над чем контроль я потеряю. Я потеряю контроль над жизнью. То есть над разумом своим. Это жизнь, это желание, это душа моя. Любить желаю. Рисовать желаю. Сочинять стихи желаю. Дружить с вами желаю. Делать полезное желаю. Вот это всё могу потерять. Ну, ударился о дно и, как говорится, перестал пить. И семь лет ни капли. И поэтому я приглашаю туда самых разных людей на этот бесплатный ликбез. И в том числе я приглашаю и бывших наркоманов. И людей, которые просто бросили какую-то привычку, какую-то зависимость. Если, ну, например, есть тортик, заедать стресс, чтобы сохранить фигуру. Или там, допустим, играет парень в казино, допустим. Или сидит мальчик в гаджетах всё время. Тоже зависимость. Ну, вот, надо вот, короче говоря, там заходите в Zoom, который будет сброшен. У нас на YouTube-канале будет проводиться этот бесплатный ликбез, который мы проводим раз-два раза в месяц. Заходите, и там Zoom будет сброшен, и вы будете задавать вопросы, и я буду давать развернутые ответы. Любой вопрос задаёте. Это очень важно. Потому что как быть человеком будущего, если не уметь перенаправлять энергию стресса на решение ваших волнующих задач? Так вот оно как. Так вот, я ещё раз возвращаюсь к началу. Я сутки не спал. И при этом был в таком состоянии, потому что напрягался. Одновременно напряжение и истощение. Вот эти две сошлись, как говорится, в одном перекрестии. И поэтому, когда я резко встал, вдруг меня мотнуло. Вот это стресс, страх. Какое-то мгновение головокружения, я понял, что уже конец, потому что я сейчас могу упасть, весь мир валится на меня. Ну, это как Джиннис, бутылки страх всегда может выскочить. Это такое дело с паниками, страхами, энергией напряжения и так далее. Вот меня мотнуло. И в этот момент я сразу зацепился за помощь, за скорую помощь, которую я сам придумал. Я сразу раз нажал на пальчики, сильно нажал. И в этот момент подумал, что вечер у меня будет прекрасный. И что я создам прекрасный контент. И вот пока я нажимал на пальчики, я пришёл в себя, потому что это отвлекающий фактор. Создаю вторую доминанту напротив той, которая у меня возникла, страх. А я создал противоположную. И поэтому мозг, а уже ту доминанту меньше снабжает энергией. То есть идет при распределении энергии. И тут же я подумал, что вечер у меня будет прекрасный. Что я создам контент. И вот эта энергия, как я говорил, как в Айкидо, пошла в этом направлении. То есть я ей дал адрес. Если бы я не дал адреса, она бы меня разрушила. Я бы мог действительно упасть. Многие люди падали, многие люди умирали из-за воображения. Ну вот теперь дальше. Послушайте. Я поэтому говорю. Поскольку это у меня случилось, что меня качнуло, качнуло в момент истощения. Поэтому я, как взрослый человек, всем молодым советую. И вам советую. Не забывайте. Потому что всю эти жизни мы всегда об этом забываем. Не переутомляйтесь. Если хотите жить долго. Это первое. Второе. Высыпайтесь. Потому что тут много у нас людей, которые говорят. Я верующий, я хожу в церковь. Или там хожу в молицию. Я в мечеть хожу. Или там еще чего-то на самом деле. Ну а на самом деле быть с Богом, жить в гармонии, понимать, как устроен мир. Если человек не высыпается, у него сознание разорвано. И вот я выспался наконец. Вот все-таки не спал. Я почему? Я говорю на контрастах, чтобы вы меня понимали. Выспался наконец. Да. И высыпался, и вам советую. Выспался наконец. И вдруг у меня появилось такое, знаете, поэт в душе заговорил. Поэт в душе заговорил. И хочется говорить стихами. И хочется вдруг вспомнить детство. Как я лежал на траве, на зеленой, смотрел, как плывут облака. И думал, поскорее бы вырасти, потому что мир такой большой и интересный. Да. Ну, и выросло. Ну, вот этот глоток воздуха детства, то, что я вдруг вспомнил, когда я выспался и хотел писать стихи, я хочу вам сказать, почему гимн стихотворный пошел. Потому что я восстановил запас клеточек мозга. Да-да-да, кислород пошел, я выспался. У меня вообще-то родовая травма, видимо, потому что я с детства страдал тем, что я никак не могу выспаться. Я на первых уроках в школе, когда маленький был, в таких пытках учился. Хотя был очень такой достойный мальчик, меня всегда преподаватели хвалили, как я ровно сижу, как я хорошо встаю, как я приветствую учить. Такой дисциплины. Но при этом это для меня была такая пытка, я каждую минуту ждал, когда же перерыв, когда же урок кончится, а не по 45 минут. А другие дети, может быть, легко себя чувствовали, а я вот так всегда себя чувствовал. На первых лекциях в институте и так далее, и так далее. Поэтому я терпеть не мог, ходить на занятия. Так вы слушайте меня внимательно. Когда выспишься, в тебе начинает говорить гармония. Так вот они в церкву ходят, а если не высыпаются, так они с Богом или не с Богом? Так Бог же это. Как раз-таки нам сон дает, чтобы мы восстанавливались, высыпались, потому что когда ты выспишься, у тебя все там приходит в гармонию, все там приходит в порядок. Так это природа. И ты начинаешь думать и говорить совсем по-другому. Потому что ты начинаешь понимать, что может быть на самом деле и многие такие с родовой травмой ходят. Поэтому может быть мир такой, что все не досыпают. Я шутник, но вы не подумайте, что я только шучу. Потому что в каждой шутке, как говорится, есть доля правды. Потому что я много знаю людей, которые с родовой травмой. Я знаю людей, которые действительно не досыпают. Но в суете сегодняшнего дня или дня вчерашнего, или в какой-то день, и в какой-то век, может быть, всегда были эти люди, как самолет терпящий бедствие. Может быть, такие люди всегда были. И поэтому возникают вот эти вот непорядки в жизни. И бывает такое, вот я высыпался и высыпался сегодня, и наконец я почувствовал, что мне еще нужно чуть-чуть спать. И потом не забыть, и потом не забыть вот это ощущение, вот эту субстанцию детского сна, детского состояния. Когда я лежал в детстве на травке, я потом много лет пишу это произведение, эту картину называется «Размечтался». Когда лежишь на травке, смотришь, как облака плывут, и кажется, мир впереди такой большой и интересный. И вот хотелось бы мне дописать эту картину. И вот надо не забыть, вот утром, когда ты просыпаешься, бежишь к столу, чтобы записать. К столу сознание, чтобы записать все это, не расплескать вот эту вот поэзию. Вот эту поэзию, которая вдруг у тебя возникает, когда ты между сном в этом межсоне, межсезонье, трефуешь между сном и бодрствованием в этом сне, и очищаешься каждый раз, попадая мгновениями в нулевое состояние, в этом дрейфе, дрейфе, и там выносишь, 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 сквозь, как сквозь толщи воды, приходишь к себе, и там вдруг начинаешь задавать себе вопросы. А что бы ты хотел на самом деле? Вот допустим, палил на тебя золотой дождь, А ты, как честный человек, задал себе вопрос, а что же ты хочешь на самом деле? Что же ты хочешь на самом деле? И вот думаешь об этом, засыпая, просыпаясь, засыпая, просыпаясь, как в лодочке качаясь, и в этот момент вдруг начинаешь понимать, что бы ты хотел дописать эту картину, что тебе красок не хватает, что ты бы хотел дописать эту картину, которую ты пишешь много лет, и тебе бы нужны живые краски, и вздохнуть один раз глоток воздуха детства, когда лежишь на этой траве, смотришь на облака, и думаешь, поскорее бы вырасти, и картина называется «Размечтался». Вот это вот «размечтался», друзья, «размечтался», да, жду друга, который краски мне привезет, потому что те краски, которые у меня есть, они не подходят для этого. А он обещал, а его все нет. Он, наверное, очень занят. А вот эта картина называется «Елена». Хорошая картина, правду сказать. Та же замечательная, написанная маслом много лет назад. Вызвала очень достойные отзывы у искусобедов известных, очень хорошая картина. Даже мой друг Лев Мелехов, один из лучших фотографов, которых только я знаю, в книге которого я есть вместе с Дикулем. Но это ли вам так, чтобы вы просто вспомнили, что Лев Мелехов, вот увидит, я ему пошлю сейчас это видео, не приходит ко мне, времени нет. Лев, дорогой, высыпайся, и тогда в тебе заговорит снова Бог. А Бог это создатель, а Бог это поэзия. И ты снова мне скажешь, как хороши твои картины. Дай-ка я их сфотографирую. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok